Привет, зритель! Гонял меня сегодня чёрт по делам, и я в итоге зашла в один магазин, но то, что мне надо было, там не сложилось, пришло и в другой, точнее, они мне сказали, куда идти. А потом я в итоге зашла ещё и в другой магазин, потому что у меня всё ещё был не куплен один подарок, определённый, конкретный, заказанный для очередного человека, определённый подарок им заказанный на Новый год. И, в общем, сегодня будет у нас три отдельных ролика, но вместе с котом на телефон, совершенно случайно записанном уже залитым на канал, четыре будут ролика, я постараюсь все четыре сегодня выложить, в смысле все три, потому что один уже на канале. Ну и так как у меня есть продукты, которые как бы жаждут уже обозреться, точнее, выйти на более прохладное место, чем комната, то я решила сначала обозреть фруктики свои, то что я там купила, ну, то, что я купила, в подарок я не покажу. А то, что не в подарок я покажу, потом кое-что бытовушное, а потом я покушаю и уже обозрю и фраше. Да, вот и фраше сегодня получила. Но не поверите, ещё даже не вскрывала коробку, так как-то, собственно, некогда было. Так, вот тут у нас была я в пятёрке, которая рядом с третьей школой, кто в Угличе живёт, тот примерно представляет где-то. У меня пакет я и взяла. Купила я себе огурчик. Я, наверное, да, у меня тут где-то чеки есть. Сделаю сейчас себе салатик с ним. Огурчик со сметанкой, который из сливок, который я сама лично снимала, вот ещё на той неделе. Вот завтра буду покупать ещё одно молоко. Очередную баночку двухлитровую за 100 рупий в 9 утра. Я подползу к определённому дому и буду ждать в ожидании. Так, чё тут у нас? Это не то. Вот здесь что ли? Так, пакет пятёрочка, 5 рублей, без копейки. Огурцы вот у нас. Огурцы среднеплодные, колючие. А мне казалось, я брала другие. Ну хрен с ним, там какие-то были просто плодные, а другие были ещё и колючие. В общем, колючий огурец. Одна штука. Сколько он у меня вывесил? 215 грамм колючий огурец. 31 рубль 17 копеек. Я тогда похвалила их, те огурцы из Ашана. Но на самом деле они у меня, ну как бы, один-то вроде как ничего был. Я его съела, всё нормально. Но остальные я помыла, выложила в салатановый пакетик, положила на дверцу холодильник, и они сдохли на следующий день. Они стали мягкие. Заплесневел один из них вообще. Я, короче, поняла, что вот какие-то другие овощи, моё ли это, или как-то так оно называется, в пятёрке иногда магнития бывает продаётся, в таких же подложках, оно нормальное. Может быть, и те нормальные, скорее всего, в Ашане, они как-то хранились загадочно. Но вот пришлось три огурца выкинуть. В общем, вот огурец. У него даже цветочек тут засохший огурцовый на робке есть. Такс, в той пятёрке, если вы оплачиваете карт, ну, смысл, карта, ещё карту прикладываете, то их пятёрочную, то вам скажут даже, сколько у вас баллов для потраты есть. Они мне сказали, что у меня там уже целых 9 баллов есть. Причём 18 баллов не начислено, и 92 балла у меня есть, то бишь 9 баллов я могу на что-нибудь писать. Так. У меня, конечно, есть два банана, я снова стала с собой еду таскать, потому что вот я такая вся помирающая. Особенно сегодня вот что-то... Организм сам на себя, видимо, шизеет. Так это зуб вроде типа вырос там на какой-то миллиметр. Хрен знает, я так не поняла. Его, видимо, лучше замечаешь, когда он уже так поприличнее вырос, и забьёшь на него, он так раз уже слегка подрос. Меня так ночью колбасило, я думала, коньки откину. В общем, в итоге я опять сегодня дрыхла. Моя подружка сказала, что органин просто устал, выдохся и хочет отдохнуть, хочет типа сна. Вот я опять дрыхла, и чтобы коньки не откидывать даже вне дома, я с собой стала брать еду. То бишь бананчик и яблочко. Так-то у меня с собой вода обычно. Я купила себе ветку зелёных бананов. Самое интересное, что последний раз, когда я покупала, ну, не совсем такие, чутка зеленоватые бананы, мне вот они какими-то крепкими показались, совершенно несъедобными. Я ещё нашла в сети рецепт. Надо было всё-таки уточнить, не все рецепты сети нормальные, потому что у меня эти лепёшки банановые, которые должны быть банановым печеньем. Да ещё на этом пергаменте, который какой-то не совсем пергамент, всё-таки надо печь на этой, на фольге маслом промасленной, их надо отдирать. Правда, это ещё выпало на тот момент, когда у меня эта часть отказывалась жевать, и вообще есть не хотелось, и жевать возможности тоже как-то не представлялось. Я не знаю, они ещё живы, то надо их отодрать и зажевать. Потому что так-то они вроде как с виду нормальные, но они такие плоские, даже плосче, чем оладьи какие-то. Как мини-блины, блин. И туда у меня как раз эти два банана ушло. В общем, у меня есть пара бананов, а теперь ещё пара бананов. Не пара, даже четыре. Отправлю их на балкон, будут они лежать, зареть, и потом я их постепенно захомячу. Даже если они вдруг станут чёрненькими, то их можно зафигачить в блендер. Ну, у меня это миксер с насадкой этого, режущей такой, типа как у блендера. Зафигачить в чашу для миксера, залить кефирчиком, положить туда ложечку урбечельня новая, зафигачить это всё, взболтать и выпить. Вместо еды. Почём у нас бананы? Бананы у нас вышли на 605 грамм, на 36 рублей 29 копеек. Так бананы 60 из копейки. Чё у нас тут ещё? А у нас тут дофига хурмы. Я специально купила самую незрелую, выбирала, чтобы она у меня лежала даже не в холодильнике, в этот раз, а на балконе, и дозревала, и постепенно дозревала. Я в день стараюсь сейчас слопывать одну хурму. У меня там одна хурма есть, надо её сегодня слопать, потому что другую я вчера захомячила. Ну и если, конечно, мне её вряд ли к Новому году хватит на работу ещё купить, потом я куплю, наверное, себе ещё хурмы. Хурмы, хурмы. Хурма у нас тут, 70 рублей без копейки. Килограмм у меня вышло на килограмм 375 грамм, то бишь на 96 рублей 24 копейки. А ещё я купила себе маслины, что-то давно не покупала. Причём взяла этой красной цены, короче, диксиевой, в марке, выращена в Испании, без косточки маслины. Может, под Новый год завояю себе какой-нибудь салат. Может, раньше завояю, может, позже завояю. К тому же они вообще могут жить у нас до 16 сентября 2021 года. Блин, сейчас зевну. Ну, зато и конец ролика. Короче, всем спасибо, кто осилил. Всем здоровья, и мне его тоже надо пожелать. И всем пока!